Глава 9. Интуиция и взаимоотношения Простые истины начинают работать Дорогие, Крайн приветствует вас Мы счастливы видеть вас всех вместе Даже если вам сейчас кажется, что вы в одиночестве сидите и слушаете это послание Вы далеко не в одиночестве В духовном измерении вы сейчас все вместе и читающие и слушающие В пространстве духа все это происходит одномоментно Не важна разница во времени Не важно, что с вашей точки зрения кто-то слушает это в настоящем, кто-то слушал в прошлом А кто-то еще только станет слушать в будущем Это с позиции линейного времени, с позиции многомерности Все происходит здесь и сейчас И вы, любимые и почитаемые души, даже не представляете, сколько любви сейчас вокруг вас Вы все в едином поле любви, и вы едины в этой любви Это чувство единства Часто ли вам приходится испытывать его в вашей обычной жизни? Дорогие, вы теперь будете испытывать его все чаще и чаще, потому что человечество движется от разделенности к единству Это еще не вполне очевидно для вас, но глубинные процессы единения набирают силу, потому что человечество на глубинном уровне начинает понимать Любовь лучше вражды, мир лучше войны, сотрудничество лучше соперничество, единение лучше разделение Ну крайен, это все понимают, это такие банальные истины Дорогие, если бы все это понимали, у вас давным-давно прекратились бы все войны Вы давным-давно отказались бы от ревности, конкуренции, соперничества Вы жили бы в любви, и на планете был бы мир Это банальные истины, это простые истины Но на поверку оказывается, что не так просто принять их и устроить свою жизнь в соответствии с ними, не так ли? Вам понадобились тысячелетия вражды и уничтожения друг друга, чтобы вы наконец начали приходить не просто к пониманию этих простых истин Но к пониманию того, как начать жить в согласии с ними Вы начали не просто их понимать как нечто абстрактное Вы начали их принимать, вы начали делать их реальностью Я говорю сейчас об этом, потому что мир меняется очень быстро И уже совсем скоро люди, продолжающие нести в себе враждебность Продолжающие противопоставлять себя другим Продолжающие бороться, конкурировать, доказывать свое превосходство и свою отдельность Такие люди могут выпасть из эволюционного процесса И начать откатываться назад, деградировать, но не только Такие люди перестанут понимать других и сами не смогут получать понимания Вы никогда не одиноки, потому что Бог не отворачивается от вас никогда Даже если вы отвернулись от других, даже если вы отвернулись от себя Бог от вас не отвернется Бог снова и снова будет давать вам шансы вернуться на эволюционный путь Преодолеть враждебность и прийти к любви Но для этого нужна ваша собственная воля Если же ваша воля состоит в том, чтобы продолжать жить в разделенности, а не в единстве Это может повлечь для вас нежелательные последствия в виде чувства одиночества и отвергнутости В виде разрушения контактов с другими людьми В виде неспособности понимать других людей и быть понятыми ими Как избежать обмана? Я хочу сказать вам о том, что новые условия на планете Земля Меняют абсолютно все, в том числе и сферу человеческих отношений Все, что строилось не на любви, будет разрушаться Все взаимоотношения, в основе которых лежит конкуренция, враждебность, соперничество, желание превосходства Будут разрушаться Кроме того, будут разрушаться любые структуры, основанные не на любви, а на ее противоположностях Это касается и бизнеса, и семьи, и вашего социального и государственного устройства Я вам расскажу, что произойдет Когда вы живете не в любви, а в ее противоположностях Перекрывается сама ваша способность к взаимопониманию Вы разучиваетесь строить отношения, основанные на уважении, сочувствии, милосердии Вы перестаете слышать друг друга Потому что энергии любви – это то, что включает внутри вас шестое, седьмое и другие чувства Это то, без чего интуиция не работает В сфере взаимоотношений интуиция особенно важна Без интуиции вы не можете понять другого человека В лучшем случае вы будете приписывать ему несуществующие чувства, мысли и мотивы поведения Вы будете придумывать все это за него и пребывать в уверенности, что вы его понимаете В худшем случае вы вообще не будете задумываться о его чувствах и мотивах Так как будто это не живой человек, а вещь, лишенная чувств и собственных желаний Такие отношения и не отношения вовсе Потому что в их основе не взаимопонимание и взаимоуважение А лишь стремление манипулировать, пользоваться другим человеком как вещью Все это постепенно уходит в прошлое Манипуляторы уже сейчас сильно нервничают, потому что видят Их манипуляции все реже достигают цели Дорогие, манипулировать вами все труднее, потому что вы сложно устроены Вы не механизмы, где можно нажать на кнопочку, чтобы получить результат Вы многомерны, и в вашей глубине вы обладаете яснознанием Да, есть часть вас, которая видит намерения манипулятора, даже если ваше сознание их не прочитывает Но многомерная часть вас, если вы живете с ней в контакте, уведет вас от манипулятора Не даст ему вас обмануть Верите ли вы, но очень скоро для вас не будет проблемы отличить правду от лжи Если вы обратитесь к себе, к своей глубокой части, к своей многомерной божественной части То можете уже сейчас заметить, что на самом деле вы чувствуете, когда вас обманывают Пока вы еще не вполне верите себе Сами гоните от себя это чувство, говоря «показалось, я все придумываю» и так далее Но очень скоро это чувство будет все явственнее проявлять себя Вам не удастся от него отмахнуться Вы перестанете сомневаться в том, что внутренний голос говорит вам правду Потому что этот внутренний голос начнет проявляться уже не в виде смутных ощущений и намеков Он будет очень громко кричать вам в уши о том, что кто-то вам лжет или лицемерит с вами Или хочет просто использовать вас Если даже попытки использовать вас будут спрятаны под маской заботы о вас Вас уже не обманет такая забота Вы понимаете, что нужно, чтобы стать неуязвимым для обмана, лицемерия, манипулирования? Просто жить в любви Бога, в контакте с Богом, который внутри вас И самое интересное Вы будете защищены, не прибегая при этом к возведению стен между собой и другими людьми Вы будете защищены, оставаясь открытыми, искренними, доброжелательными Более того, настоящая защищенность возможна только при условии открытости и доброжелательности Настоящая защищенность возможна, когда вы чувствуете свое единство с людьми А не тогда, когда вы противопоставляете себя другим Единство, любовь Разделение, тьма Понимаете, что происходит, когда вы противопоставляете себя другим? Вы транслируете в пространство «Я чужой», «Я враг» Даже если вы внешне ведете себя очень мило Если вы все время улыбаетесь и говорите комплименты Эта надпись буквально светится у вас на лбу В итоге вы сталкиваетесь с враждебностью мира Вы сталкиваетесь с недоброжелательством Вы отталкиваете от себя тех, кто мог бы быть вашими искренними друзьями Это так работает Вы сами выбираете жить на темной или на светлой стороне Если вы выбираете разделение, вы выбираете темную сторону Дорогие! Конечно же, чаще всего вы делаете это не специально В своей глубине каждый из вас несет свет В своей глубине все люди стремятся к свету Даже если ведут себя противоположным образом Но живя на земле, вы забываете об этом И не всегда осознаете, что именно делаете Каждый из вас стремится к благу для себя Подчас вы думаете, что выбираете пути, которые ведут к благу Но на самом деле они ведут в противоположную сторону Потому мы здесь, чтобы давать подсказки, о которых вы просите Чтобы помочь прояснить то, что еще не всегда ясно Вам не нужно корить себя Вы тысячелетиями жили во тьме И вам еще в новинку жить при свете Вы еще только осваиваетесь в новой реальности Ошибки неизбежны Неудивительно, что у вас много вопросов Мы здесь, чтобы отвечать на них Но выбор все равно остается за вами Мы даем информацию, но решаете вы сами Так вот вам подсказка Если вы думаете, что вас спасут настороженность, страх, тревога, отделение себя от людей Это ошибка Это дорога, которую услужливо проложила вам тьма Она предлагает присоединиться к ней, отвернувшись от света Но тьма никогда не признается, что она не способна на созидание А только лишь на разрушение Тьма не признается, что дорога, которую она предлагает И которая кажется такой легкой Не ведет к успеху к удаче, к благу На этой дороге не может быть создано ничего позитивного На ней может лишь разрушаться даже то хорошее, что у вас уже было Да, дорогие Мы знаем, что вам трудно проникнуться доверием к людям и миру Если вас часто обманывали Если вашим доверием злоупотребляли Но вот вам еще подсказка Если вы доверяете, хотя в глубине души боитесь Это не настоящее доверие Это видимость доверия Самообман Если вы по-настоящему пребываете в единстве со своим божественным я И в энергии любви Тогда ваше доверие будет настоящим Тогда ваша открытость не будет лишь видимостью И знаете, что самое интересное? Когда вы доверяете по-настоящему Когда вы открыты по-настоящему К вам приходит истинная информация обо всем на свете Это значит, вы начинаете видеть людей Видеть суть, а не то, что снаружи Видеть истинные намерения Видеть чувства и даже читать мысли Не удивляйтесь Это ваше ближайшее будущее У некоторых из вас это хорошо получается уже сейчас Вы можете увидеть улыбающегося приветливого человека И моментально прочесть то, что скрывается за этим Если за этим скрывается желание вас обмануть Вы не обманетесь приятной внешностью Вас не обманут слова Потому что вы будете просчитывать истинную информацию Которую несет этот человек Вы даже не будете знать, как вы это делаете Но у вас будет твердая уверенность Относительно его намерений И вы будете точно знать, как себя вести с этим человеком И у вас не будет ни капли враждебности к нему Только сострадание и сочувствие Потому что он разбалансирован И он не знает того, что уже знаете вы Вы представляете, какой это будет мир Когда каждый будет видеть намерения каждого Никто никого не сможет больше обманывать Вы понимаете, что это и будет означать победу света Любовь и доброжелательность – это защита Дорогие Оставайтесь в любви и свете всегда Даже когда рядом недоброжелательные или нечестные люди Вы увидите, каков будет результат Вы увидите, что ваша защищенность многократно возрастет Любовь – это защита Доброжелательность – это защита Вы можете сохранять спокойствие и миролюбие, когда на вас кричат Вы можете оставаться любящим и сочувствующим Рядом с враждебно настроенным человеком Это будет не так уж трудно, если вы вспомните Что у этого человека внутри Бог, как и у вас Просто вы уже вспомнили об этом, а он еще нет Поскольку он не вспомнил об этом То он разбалансирован У него внутри нет мира, нет гармонии Он думает, что ему станет легче, если он выведет из равновесия еще кого-то Он пытается присоединить вас к своему дисбалансу Он приглашает вас в ту тьму, в которой находится сам Но в вашей власти не принимать это приглашение Смотрите на него и видите скрытого внутри Бога Смотрите сквозь внешнюю оболочку, сквозь все наслоения гнева, враждебности, недоброжелательства Это все внешнее, наносное, ненастоящее Внутри у него Бог Любящий Бог, который смотрит на него сейчас с сочувствием и состраданием Присоединитесь не к гневу этого человека А к милосердию Бога внутри него И знаете, что произойдет? Его гнев иссякнет, потому что не найдет адресата Потому что будет нейтрализован той стеной любви, которую вы поставите на всем его пути Потому что Бог внутри него будет действовать заодно с вами, нейтрализуя гнев своей большой любовью Вот что вы можете сделать Умножить свет даже в темной ситуации Превратить тьму в свет Вы это умеете Вы для этого пришли на Землю Чтобы тьму трансформировать в свет Чтобы обуздать тьму и не дать ей власти над собой Будьте уверены в любви Бога Дорогие, любовь Бога внутри вас Это ключ к взаимопониманию, а значит к настоящим, теплым и доверительным Основанным на любви отношениям Если вы не чувствуете себя любимым, вы не можете любить Вот почему многие из вас так хотят, чтобы вас полюбили Вы хотите, чтобы сначала полюбили вас, а потом уже полюбили вы Если вас не любит другой человек, вы не чувствуете себя любимым и не можете полюбить в ответ Вы понимаете, что это замкнутый круг Множество людей, чувствующих себя нелюбимыми, мечтают, чтобы их кто-то полюбил, но при этом не готовы полюбить сами Неудивительно, что вы то и дело разбиваетесь, а не любовь в ваших отношениях Вместо того, чтобы взаимно одаривать друг друга любовью, теплом, уважением, пониманием Выход из этого замкнутого круга очень прост Вы любимы Богом, всегда были, есть и будете любимы и достойны любви Дело за немногим, вам нужно почувствовать, что это так Вам нужно открыться навстречу этой любви и принять ее всем своим существом Тогда эта любовь будет идти впереди вас, куда бы вы ни направлялись Тогда вы всем своим существом будете транслировать в мир истину о том, что вы любимы Любимы безо всяких условий, любимы без ожиданий, полюбит ли вас другой человек Любимы в полной уверенности, что эта любовь всегда была, есть и будет Она не исчезнет, не изменится, не станет меньше В любви Бога вы можете быть уверены безусловно Тогда вы сможете делиться Тогда вы сможете щедро излучать любовь и направлять ее потоки в окружающий мир Тогда вы не будете ставить условий Полюби сначала ты, а я еще посмотрю, отвечать ли тебе тем же Вы сможете делиться бескорыстно Потому что божественный источник любви внутри вас не иссякаем И тогда в вашей жизни начнут появляться люди, которые, как и вы, чувствуют себя любимыми без условий И готовы делиться, не ставя условий вам Ваша звездная семья рядом Дорогие, когда вы будете готовы, вы начнете встречать людей настолько близких вам, насколько не могут быть близкие самые близкие родственники Это родственные вам души, это члены единой с вами звездной семьи Вы всегда были и будете вместе Вы воплощались вместе на этой планете в надежде на встречу Вы ждете этой встречи И она состоится, когда вы откроете источник безусловной любви внутри себя И перестанете требовать любви от других Перестанете ставить им условия и зависеть от их отношения Когда это произойдет и вы будете готовы, придут те, с кем вы сможете говорить на одном языке И понимать друг друга даже без слов Вы будете понимать чувства друг друга, знать мысли друг друга И не бояться этой открытости Вы будете точно знать, что вы любимы, чтобы не происходило Это значит, вы сможете продолжать относиться с любовью к другому человеку Даже если он ведет себя так, будто не любит вас Вы научитесь видеть любовь даже за такими проявлениями, которые не кажутся любовью Это значит, вы сможете отнестись к нему с сочувствием и пониманием Не поддаваясь обидам и раздражению, не чувствуя себя оскорбленным Ведь только тогда, когда вы смотрите на другого с сочувствием и любовью Вы можете по-настоящему его понять Обиды, раздражения и прочие негативные проявления Создают барьеры для понимания, потому что искажают истинное положение дел Воспринимая другого сквозь призму своей обиды Вы начинаете приписывать ему чувства, мысли и намерения которых у него нет И обижаетесь еще сильнее, даже не понимая, что причина вашей обиды не в другом человеке О том, что вы сами выдумали о нем Только любовь и сочувствие создают достаточно света, чтобы вы могли увидеть истину Истину о том, что внутри другого человека Бог, как и у вас О том, что он также любим, и о том, что он вам не враг и не хочет вам ничего плохого О том, что, возможно, в данный момент он потерял связь с Богом внутри себя, а потому разбалансирован И вы своей любовью и своим сочувствием можете помочь ему Вы сможете безо всяких слов и объяснений понять, что он на самом деле чувствует И вы сможете направить ему энергию сострадания, тоже без слов и объяснений И вы поможете ему, потому что он обязательно почувствует вашу поддержку, вашу любовь и ваше пожелание добра Вы можете спасать жизнь одним своим намерением Вы знаете это? Враждебность, ненависть, раздражение не спасают, а убивают Спасают и воскрешают любовь, милосердие, сочувствие Этот дар пробуждается у вас внутри, так же, как и дар яснознания, понимания того, что думают и чувствуют другие люди Это ведет вас к победе света, это ведет вас к новому миру, раю на земле Да будет так С любовью, Крайен Субтитры создавал DimaTorzok